Первомайскую школу в Цивильском районе ждет масштабная реконструкция. Это стало возможным благодаря новому указу главы Чувашии. Подробнее расскажет Рифат Фаткулин. Детские голоса сливаются с треском дерева. Школа 1971 года постройки переживает не лучшие времена. Капитального ремонта эти стены не видели никогда. По словам директора, поддерживать все это в хорошем состоянии старались собственными силами. Реставрации подлежат протекающие потолки, неровные полы и скрипящие двери. В планах полная замена электропроводки и установка современных светильников. Однако первым делом здесь наладят систему отопления. Вот эту синюю трубу, видите, это был отрезок, который зимой, так, 18-го года был совершен прорыв трубы. То есть мы срочно как бы ремонтировали, перекрывали воду, ремонтировали, пригласили специалистов. Вот такие вещи, в принципе, могут быть в любое время. Заодно и окна заменят, чтобы не бояться ветров и морозов. До сих пор здесь утепляют их по старинке. Школа хорошая, но ремонт, конечно, требуется, да. Пластиковые окна нужны, я думаю, потому что смотришь не очень приятно. Создать нормальные условия для учебы на селе – одна из целей указа главы. Стоимость работ, ну, примерно оцениваем пока предварительно 20 миллионов рублей. Вот это колоссальная сумма. Я думаю, вполне хватит для того, чтобы качественно отремонтировать школу и привести его в соответствии с сегодняшними требованиями эстетики, требованиями учащихся, ну и того, что требует само образование. Первомайская школа – не единственная в районе, которую коснется капитальный ремонт. Планируем Ташкасинская школа, два дошкольных учреждений в городе Цивильске, поселку Опытный, а также наш муниципальный лагерь «Долзвездный», который нравится мальчишкам и девчонкам всей Чувашской республики. Когда вышел указ главы Чувашской республики, было первое совещание, которое провела глава нашего Цивильского района Григорьевич Николаев, определили самые главные обливые точки наших образовательных организаций. Педагоги и родители уверены – комфортные условия повысят успеваемость детей. Всего же на капремонт образовательных учреждений из бюджета республики на следующий год выделено 510 миллионов рублей. Рифат Фатколин, Бахтияр Велиев, Республика.